Как правильно врать россиянам об украинском контрнаступлении? Наверное, такая тема встречи была у Путина с российскими военкорами. Разбирать каждое его слово я не буду, но кое-что интересное расскажу. Оккупанты начали признавать свои поражения. Все равно определенные успехи у них есть. Нам придется тяжело в ближайшие недели и месяцы. Есть потерянные населенные пункты. Это осторожно, зомбоящик. Меня зовут Анастасия Нрицына. И мы начинаем. Но сначала подпишитесь на этот канал, а также мой личный. Ставьте свои лайки и комментарии, чтобы больше людей увидели весь абсурд российского телевидения. Путина окончательно поплавило. На днях он встретился с так называемыми российскими военкорами. И как всегда сделал кучу маразматичных заявлений. Но самое главное, он оценил контрнаступление в СССР. Главное политическое событие дня. Беспрецедентная встреча президента Путина с военкорами, журналистами, блогерами, авторами телеграм-канала. В том числе с нашими легендами. Евгением Поддубным, Александром Сладковым, Сергеем Зениным. Сенсационные заявления президента. Это контрнаступление масштабное, с использованием, как я вот говорил, совсем недавно публичное, с использованием подготовленных для этих целей резервов. Оно идет с 4-го числа. Началось с 4-го. Продолжается до сих пор и прямо сейчас. Это крупномасштабные наступления. На Временском выступе начали, на Шахтерском направлении и на Запорожском. Оно начато именно с использованием стратегических резервов и продолжается вот прямо сейчас. Вот прямо сейчас, когда мы с вами здесь собрались, обсуждаем, идет бой по местным направлениям. Ну, что можно сказать, ни на одном из участков противник успеха не имел. Ну, конечно же, успехов не имел. Вот только эта пресс-конференция состоялась 13 июня. И по состоянию на тот день в ВСУ уже освободили 7 населенных пунктов. Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка и Благодатное. Но Путину это на бумажке не написали. Он, кстати, до сих пор и освобождение Херсона не признал. Может, тоже не в курсе. Ну, а еще кремлевский диктатор фактически сознался в том, что Россия подорвала Каховскую ГЭС. Скажу странную вещь, но тем не менее, к сожалению, это сорвало их контрнаступление на этом направлении. К сожалению, почему? Потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать. Ну вот, поскольку такой разлив произошел, то, соответственно, и наступление состоялось. То есть, по его логике, мы подорвали дамбу, чтобы не идти в контрнаступление. Мдааа. Но на самом деле это был основной замысел Российской Федерации. Потому что вслед за Каховской ГЭС оккупанты взорвали еще одну дамбу, но уже в Донецкой области. Они боятся допустить прорыва своих оборонительных укреплений и прибегают к таким действиям. Но это не поможет. Они потекали, все, кинули. Там сейчас такой бездот, что это просто капец. Здесь у нас появляется такое количество пятисотых. Не критичное, но существенное. Значит, что-то мы про себя не знали. Пятисотые – это об***вшиеся. Испугавшиеся, убежавшие. Украинские флаги возвращаются туда, где должны быть – на украинскую землю. И наши воины с каждым днем продвигаются вперед. Но пропагандисты пытаются убеждать россиян, что у них все по плану. А ВСУ вроде бы не отбили ни одной позиции. 10 червня 7-й окрепный батальон ударей 129-й бригады, звільнив населенный пункт Нескучный. Враг не смог преодолеть не то, что первой полосы обороны, тактической зоны обороны, но даже вклиниться в нее. Собственно говоря, те демонстрации, которые они провели на временском выступе, не взяв ни одной, подчеркиваю, ни одной значимой позиции, говорят о том, что ничего серьезного здесь на самом деле не происходило. Нескучным оккупантам точно было нескучно. После обнародованных видеообоем на этом направлении даже знаменитые военкоры от стадии отрицания перешли к принятию. Да, появляются видео, что над какими-то разбитыми селами поднимаются украинские флаги. Сегодня это контрнаступление лезть только в Ютубе. Но оно не только в Ютубе. Нет. Но все равно определенные успехи у них есть. Я имею в виду успешные. Нам придется тяжело в ближайшие недели и месяцы. Есть потерянные населенные пункты, есть отбитые населенные пункты. Это тяжелая борьба. Но, конечно же, россияне прямо не расскажут о наших продвижениях на юге Украины. Они способны только на фейки о десятках уничтоженных хаймарсов, сотне бронемашин и тысячах военных. Выдумывают прямо на ходу. Вот за эти пять дней было уничтожено, если просуммировать за эти пять дней, 120 танков. Вот, которых вот так вот подсчитали. Я по танкам первый счет веду. Это означает, что в бой было брошено где-то порядка 400-500 танков, из которых 120 уничтожили. Вы хорошие новости сообщаете, но как-то очень слишком сосредоточены и как будто чем-то расстроены. Ну, почему я вам рассказываю просто факты? Это означает, что полоса наступления... Скажите про 46 танков. Я вас не перебивал. Всего 46 танков уничтожены. Ну что мы друг другу сказки рассказываем. 46 танков уничтожены. Каких? Вражеских. Ну, винисор, 120. Нет, 46 танков. Я вас не перебивал. Ведите их культурно. Горят их. Горят их леопарды хваленые. Пфу! Оказалось. Не, ну что они сделали? Ну, горят! Из-за без металла, что ли? Да не, ну у них была раньше такая иллюзия, что вот мы... Эльфийская сталь, да? Конечно. Ну, слушайте, ну, тема же простая. Ну, сразу видим. Ну, можете что угодно рассказывать про сказки про Петри, про Брэдли, про леопарды. Но после такой рекламной кампании на Украине не случайно акции кампании рухнули. Так что бояться американского наступательного вооружения не стоит, потому что, как говорят ваши фейкометы, это все рухлядь, металлолом, и вообще непонятно, зачем их производят. БМП Брэдли показали себя не просто плохо, а очень плохо во время конфликта в Ираке. И именно поэтому Пентагон поставил задачу отказаться от них и разработать новые БМП. Там просто проблемы у них с финансированием возникли. Ну, пушка 25 мм, у нас на БМП-2 30 мм пушка стоит. А БМП-4 там и пушка, и 100-мм орудия и так далее. То есть мы и против танков можем работать, и бронированных целей. То есть вооружение на порядок серьезнее, чем то, что дают сейчас американцы. И правда, россияне сейчас усилили свою дезинформационную деятельность. Важно все фильтровать. Вот послушайте обращение от военного Валерия Маркуса из 47-й бригады. Яскравий приклад их брехни. Первый день, когда они заявляли, что у нас уже разбита бригада, что у нас 350 загиблих, все, бригади нет, у нас было 5 загиблих. Это яскравий приклад, насколько они брешут, насколько те, что они заявляют, немае ничего спільного с реальностью. Не розтаскуйте, будь ласка, усі ці речі. Не тащите это в украинское информационное средство. Не треба. По втратам их, только за вчерашний день, в Токмак, они привезли из этого направления больше сотни своих убитых. За последние только несколько дней мы знищили полтора десятки их танков. Два солнцепёка. Сколько мы знищили их БМП, честно, я даже не рахувал. Это яркий пример того, что оккупанты боятся. Боятся, что россияне узнают правду. Боятся, что союзники дадут нам ещё больше техники и вооружения. Поэтому и пытаются преуменьшить их эффективность. Насчёт танков тут определённые сомнения. Ну, во-первых, Абрамс. Да, танк хороший, но не настолько хорош, как о нём говорят. Ну, во-первых, что касается, вот он использовался буря в пустыне. Не очень хорошо, кстати, себя показал во время Иракской войны, потому что газотурбинные двигатели постоянно засорялись в фильтры. Они стояли там больше, чем ездили. Американцы, наверное, сделали вывод. Во-вторых, он очень прожорлив. Он потребляет очень большое количество топлива. Правда, пропагандистка Скобеева уже не слишком доверяет заявлениям своих псевдоэкспертов. Уверена, что и Ф-16 на Украинском фронте будут и хорошо себя покажут. Ф-16 будет базироваться не на всех аэродромах Украины. Они подготовят несколько аэродромов. Они все будут под контроль. Просто складывается ощущение, что мы занимаемся каким-то самоуспособлением. Ну, хорошо. Не будет самолёта, что ли? Ну, давайте нанесём ядерный удар, так сказать. Это не мы сказали. Лучше всего мегатонного класса. Евгений Петрович, ну, если у вас есть чем, давайте. Но мы так не призывали. Ну, зачем говорить о том, что мы чего-то не делаем, не делаем, не всё можно, не все цели на Украину мы можем поразить. Не, не, секунду, я просто не понимаю, что вы пытаетесь доказать, что они посчитались и самолётов взлетать не будут? Я говорю, что есть проблемы, большие проблемы, которые им будут решать значительно, ну, трудно будет решать, и это потребует времени. Четвёртая проблема – это количество самолётов, потому что всего, вот в Европе сейчас находится свободными порядка 160 самолётов, включая там 50 на хранение. Дания, Бельгия и Нидерланды имеют эти самолёты, но продавать они их, так сказать, вот, вернее, передавать Украине полностью, они не спешат. Вот Норвегия заменила свои самолёты, получила F-35, освободили из 32 самолёта и быстренько продали их Румынии. Не зарезервировали для передачи Украины. То есть? Товарищ генерал, масса проблем, но складывается полное ощущение, что они нам, американцы, я имею в виду под местоимением, они успешно, довольно организуют что-то похожее на вечно бурлящий Йемен. Проблемы есть, но есть проблема в первую очередь у нас, и оно нас будет тянуть назад. А по поводу того, как Скобеева не призывает наносить ядерный удар, сейчас кое-что напомним. Тем более, тема снова актуальна. США планируют передать Украине снаряды с обеднённым ураном для танков Абрамс. Первое это сделала Великой Британии ещё в апреле. И тогда пропагандисты криком кричали о якобы ядерной опасности. Я даже делала об этом отдельный выпуск. Вот часть того, что говорила пропагандистка. Придумали их, вы не поверите, их придумали нацисты. Оружие, собственно, и является нацистским. Оно отравляет местность, повышает риски онкологических заболеваний. Как отметила представитель МИД России Мария Захарова, применение боеприпасов с обеднённым ураном фактически геноцид. Причём геноцид и в отношении тех, кто является целью снарядов, и тех, кто эти снаряды выпускает. Передача таких боеприпасов Киева покажет, что Запад явно намерен уничтожить Украину. Уничтожить, что называется, до конца. Стереть. Ежели официальная Москва относится к применению этого вооружения, если оно появится на Украине, как к применению грязной ядерной бомбы. Наши действия. Мы тогда наносим удар и по кому, почему и чем. На мой взгляд. Если это, ещё раз, мы трактуем, как применение грязной ядерной бомбы. Опять-таки, на Западе в качестве контраргумента нам могут сказать, что применение этих снарядов не является грязной ядерной бомбой. Опять-таки, нам это могут сказать. Ну, они сказали, но мы-то так считаем. Наши действия. Наши действия, опять-таки, с моей точки зрения, вовсе не обязательно переходить к нанесению массированного ракетно-ядерного удара, а всё-таки добиваться успеха на полях сражений обычными средствами поражения. Вот так. Ой, Михаил Михайлович, а то так складывается ощущение, мы вокруг себя чертим-чертим красные линии, они их переходят-переходят, плюют на нас, плюют, а мы опять? Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, всё-таки, опять-таки, всё решается на полях сражений. Уничтожите вы эти ченджелеры вместе с их снарядами, и сам вопрос исчезнет из повестки дня. Ну, то есть, иными словами, массированный удар, возможно, ядерный наносить не будем, а не массированный нанесём. Но бункерный старик подставил свою марионетку Скобееву и заявил, что такие же суперопасные снаряды есть на вооружении УРФ. Припасов у нас много с объединённым ураном. И если они будут применять, мы тоже оставляем за собой право применять такие же припасы. Они у нас есть в наличии, мы их не применяем просто. Путин, как всегда, солгал, потому что россияне уже использовали эти боеприпасы на войне против Украины. Но сколько бы вы не угрожали и не пытались оправдываться, поймите, ваш конец приближается. Это был Осторожно, зомбоящик. Смотрите нас и распространяйте это видео, чтобы больше людей уберегли себя от кремлёвских фейков. До встречи!